Привет всем! С вами Наталья и мой блог «Худею вместе» организован агрохолдингом «Гудвилл». В своем рационе я всегда использую крупы и хлопья торговой марки «Гудвилл». Сегодня я хотела бы вам показать, наверное, самое святое место для нас, худеющих людей, поддерживающих правильное питание. Это свой холодильник. Что я в нем храню и вообще какие продукты в нем содержатся. Поехали! При открывании мой холодильник произносит такие звуки. Это в нем стоит, сразу могу сказать, корова-диетолог. Для чего она нужна? Ну, наверное, мне она, честно скажу, не нужна вообще в принципе. Но сам факт, когда приходят гости или еще кто-то из знакомых, которые первый раз пришли, они очень бурно реагируют на нее. Но вообще, как бы, вещь очень удобная для начала своего какого-то этапа. Вы уже автоматически при открывании кто-то вешает себе какие-то магниты на холодильник. Ну, вот эта вещь тоже советую, очень интересная. Начнем, наверное, с вами разбирать по полочкам. На самой верхней полке у меня находятся консервированные продукты. Это овощи консервированные и консервированная рыба. Для чего я всегда их, в принципе, держу? Для того, что бывают такие моменты, когда нужно очень быстро сделать перекус. Понятное дело, что они находятся там для салатов, да, для каких-то, для добавления салатов. Но у меня они еще служат для того, чтобы сделать быстрый какой-то определенный перекус. Когда тебе нет времени приготовить, ты достаешь какой-нибудь там консервированный горошек или кукурузу, там, фасоль. И быстро перекусываешь этим. Очень удобно. Также, как бы, содержится чеснок. Ну, здесь должен содержаться лук. Но на данный момент у меня здесь лимон находится. Что тоже очень удобно. Так, ну и, в принципе, все на верхней полке. На второй полке у меня сегодня находится чернослив в контейнере. Чернослив у меня всегда в большом количестве тоже дома присутствует. Потому что, ну, я его сразу закупаю. И он у меня, потому что практически каждый день я использую либо на ужин, либо на завтрак его. Сегодня у меня также есть финики. Их я брала для того, чтобы сделать конфеты. Конфеты также у меня находятся здесь. Я их держу в холодильнике. Для того, чтобы они не растаяли. Рецептом конфет я уже с вами делила. Здесь все натуральное. Они содержат только сухофрукты и орехи. Также есть сыр моцарелла. Это тот сыр, который я ем. Но на сегодняшний момент, конечно, я уже балуюсь и обычным сыром. Но люди, которые худеют, я как бы не советовала употреблять. Потому что он больше содержит жира, чем сыр адыгейский или моцарелла. Затем у меня находятся здесь молочные продукты. Это белый йогурт, молоко. 2,5% жирности. Я его, в принципе, употребляю и утром, и вечером с кашами. В дальней тарелке у меня находится капустный салат. Он приготовлен уже, в принципе, готовый продукт к употреблению. Чем я буду сегодня питаться. Это моё излюбленное блюдо. Без хурмы я вообще, в принципе, не представляю свою жизнь. Я её очень люблю. И поэтому, как начинается осень, зимний период, я всегда себе её покупаю и делаю коктейль молочный. Добавляю хурму, молоко и пью такой коктейль. Очень вкусный. Также у меня всегда в холодильнике находится творог. Творог я тоже как бы очень... На завтраку я всегда употребляю творог. Ну и вообще, в принципе, и делаю творожные запеканки, сырники. Очень люблю творог. Так, на нижней полке у меня, конечно, идут фрукты и овощи. Капуста. Это я приготовила печень. Купила для того, чтобы приготовить себе печёночный паштет. В принципе, если интересен будет рецепт, я обязательно поделюсь. Очень вкусно. Здесь у меня находится уже готовое блюдо. Это запеканка из чечевицы с сыром. И сейчас покажу, как выглядят... Вот так выглядят такие вот баночки. Так выглядит домашний кетчуп, который я использую у себя в рецептах, которые я неоднократно вам говорю. Это домашний кетчуп. Готовит моя мама из овощей, которые выращены на своём огороде. Поэтому всё натуральное. Ничего искусственного, никаких добавок здесь нет. Если посмотреть нижний ящик, то здесь находится у меня очень много фруктов. Потому что, когда я выбрала путь правильного питания, в моём доме, в принципе, стало много овощей и фруктов. Здесь находятся на данный момент бананы, груша. Вот такую грушу я приобрела. Вес её 600 грамм. Первый раз, честно скажу, такое увидела. Ещё не пробовала. Сказали, очень вкусное посоветовали. Вот. Также находятся яблоки, помидоры. Ну, это всё, в принципе, что я употребляю в ежедневном рационе в своём. Что я, в принципе, к чему я, в принципе, приучаю своего ребёнка. Поэтому фрукты, овощи мы едим в больших количествах. Если смотреть на эту полочку, да, то здесь у меня содержится сгущённое молоко в баночках. Ну, баночки такие, запечатанные баночки. Варёные обычные. Почему запечатанные? Потому что мы их не употребляем в поседневной жизни. Я использую их только для выпечки, когда что-то ждём гостей или ещё что-то, какое-то событие. Я их использую для приготовления каких-то сладостей. Но не для своего использования. Также у меня здесь запечатанный сыр с лугуни. Тоже, как бы, находится он у меня всегда. Я даже, когда не приготавливаю что-либо, я могу просто отрезать от него кусочек и использовать себе в пищу. В этом контейнере у меня содержится курага. Кураги у меня тоже всегда в доме много. Кедровые орехи. Орехи у меня всегда находятся в домашнем обиходе. Что тоже, как бы, является моим перекусом и очень удобно. Что касается яиц, их тоже всегда я использую везде и во всём. Поэтому они тоже всегда присутствуют и присутствуют в большом количестве. Это, наверное, в принципе, всё, что я хотела рассказать о своём холодильнике. Теперь я покажу свою морозильную камеру. В первом ящике у меня находится замороженная вишня. Замороженная вишня у меня находится тоже в большом количестве. Это своя вишня. Я не делаю из неё никакого варенья. Она в свежем виде. Захотел и если что-то сделал, там морс ребёнку, да, или себе в пирог какой-то там. Ну, она без сахара, без всего, поэтому очень удобное употребление. Также у меня зафасованы вот по таким мешочкам со своего огорода лук зелёный, что тоже очень удобно. Есть он в наличии всегда, как бы, их много таких мешочков. И я использую уже для приготовления каких-либо блюд. Что находится во втором ящике? Во втором ящике здесь у меня хранится мясо свинина, говядина есть немножко, потому что всё-таки мой ребёнок употребляет немножко другую пищу. Я, конечно, его пытаюсь перевести на правильное питание, но, тем не менее, он ребёнок, и он хочет есть и другие какие-либо продукты. И из этого я готовлю ему. Также у меня содержатся такие же с своего огорода замороженные пакетики помидор, которые я использую для приготовления еды. Большая часть у меня идёт, это замороженные помидоры в этом ящике, и замороженный сок помидор, который я тоже использую для приготовления каких-либо блюд. Дальше в ящике у меня находится масло сливочное. Почему у меня масло сливочное хранится в морозильной камере? Потому что в обыденной жизни мы не едим с ребёнком масло. Я его использую только для приготовления какой-либо выпечки. Поэтому оно у меня всегда есть, чтобы в нужный момент достать и использовать. Поэтому я не храню его в холодильнике. Здесь же находится у меня курица. Также есть вот такие вот пакеты, тоже советую. Это морковь я всегда делаю, перетираю на комбайне. Сразу там несколько килограмм, там 3-4 килограмма. Запасовываю их по пакетам. И уже какой-то определённый кусок, который мне необходим, я его отламываю и использую. Я думаю, что морковь не дрявнет при этом, всегда имеет свежий, хороший вкус. Поэтому очень советую. Также у меня находится филе рыбы, филе курицы и фарш индейки. Фарш индейки я делаю сама. Покупаю индейку, перекручиваю. Ну, как бы сразу большое количество и раскладываю по мешочкам, что тоже очень удобно. Я взял какой-то определённый кусочек и уже не нужно каждый раз перекручивать. Что находится у меня в нижнем ящике? В нижнем ящике находятся такие вот тоже пакетики, подготовленные уже со своего огорода перец, который тоже использую для приготовления своих блюд. А также находятся вот такие вот баночки. В баночке находится перемолотая клубника со своего огорода тоже. Без сахара, безо всего мы достаем, размораживаем эту баночку и как будто мы находимся в летний период. В принципе, вот так выглядит моя морозильная камера. Я вам показала, как выглядит мой холодильник, как выглядит моя морозильная камера заполненными продуктами, какие продукты я употребляю, какой вывод можно сделать. Что есть в моём холодильнике, что нету в моём холодильнике. В моём холодильнике содержатся практически только правильные продукты. Содержатся те продукты, которые я готовлю сама, и те продукты, из которых можно приготовить еду, но никак не содержатся продукты, которые уже готовы к употреблению, купленные в магазине. Поэтому, перейдя на правильное питание, мой холодильник поменялся полностью. Раньше можно было увидеть там копчёности, пельмени или ещё что-то, более готовые какие-то виды продуктов, то сейчас мы, в принципе, отказались от них полностью. Чего и вам советую. Переходить всё-таки на правильное питание. Готовить самим. Поэтому это намного дешевле, это намного полезнее. Но это, в принципе, правильно. В моём холодильнике больше содержится фруктов, овощей. Очень больших запасов мяса я не делаю, потому что лучше заполнить морозилку с лета какими-то определёнными фруктами и овощами, которые вам понадобятся в зимний период. А мясо вы можете купить в любой период времени. Именно вот такие продукты содержатся в моём холодильнике. Поэтому кто-то что-то, может быть, возьмёт себе на заметку. Ну и, надеюсь, всё-таки будет тоже придерживаться правильного питания и исключит какие-либо неправильные продукты из своего холодильника, которым постоянно тянется рука, которую очень удобно взять из какой-то коробочки. И съесть, и это будет неправильный перекус. Кому понравилось моё видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Goodwill.